Всем привет! Вы находитесь на канале прогулки по лесу и сегодня у нас долгожданный обзор на фотоловушку. Я давно не снимал обзоры и связано это было с тем, что в мои руки попало сие изделие, именуемое DV100. Причин по которым я приобрел эту фотоловушку на самом деле две. Первая это ее необычный внешний вид. Да ребята, я стал жертвой маркетинга. А вторая это то, что производитель, который почему-то решил не указывать свое название на упаковке, позиционирует эту фотоловушку не только как камеру для леса, но и как вайфай камеру для охраны участка или офиса. Обычно в этом моменте я читаю технические характеристики фотоловушки, но не в этом случае. Если на Алиэкспресс вы зайдете в любой магазин, торгующий этой фотоловушкой, вы сможете там найти любую интересующую вас информацию. И чувствительность датчика движения, и угол его зрения, и размер видео, которое вы будете получать с этой фотоловушки. Но когда вы получите посылку и заглянете в инструкцию, вы не сможете найти там никакой полезной для себя информации, и ее там попросту нет. Откуда продавцы на Алиэкспресс берут техническую информацию по этой фотоловушке, совершенно непонятно. Так же как непонятно, насколько можно ей доверять. Единственная достоверная информация, которой я могу с вами поделиться, это то, что стоимость этой фотоловушки составляет около 1700 рублей. Комплектация фотоловушки не богатая. Инструкция, ремень для крепления на дерево и кабель питания. Ремень, кстати, здесь очень достойной длины – целых полтора метра. Инструкция выполнена в виде книжки. С одной стороны китайский язык, с другой английский. Единственная полезная информация, которую она несет – это QR-код для скачивания мобильного приложения. Как гласит инструкция, все настройки фотоловушки производятся именно там. Давайте теперь познакомимся поближе с нашей фотоловушкой. В верхней части корпуса расположена подсветка. По краям – два инфракрасных светодиода, по центру – яркий белый фонарь. Рядом с ним – датчик освещенности. Ниже расположены объектив и датчик движения. Снизу корпуса есть резьба под штатив. Так как это не просто фотоловушка, а еще и камера для охраны, с обратной стороны корпуса есть динамик, чтобы вы могли наругаться на тех, кто забрался на ваш участок. Сбоку находится разъем питания. Под передней крышкой скрывается аккумулятор емкостью 3600 Ач. Слева расположен переключатель режима подсветки – ПК-диоды или белый фонарь. Хочется отметить то, что и светодиоды, и уж тем более фонарь, во время своей работы сильно демаскируют фотоловушку. Ниже расположена кнопка «Ресет». Правый тумблер имеет три положения – выключено, включение от датчика движения и непрерывная съемка 24 часа. За аккумулятором притаился слот под карту памяти. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте подключимся к нашей фотоловушке и посмотрим, какие настройки нам доступны. Для начала переходим в настройки Wi-Fi и находим там сеть с самым длинным и странным названием. Это и есть наша фотоловушка. Подключаемся к ней. Далее находим скачанную по QR-коду программу Kingfisher Pro. Если вы все сделали правильно, то увидите на экране то самое длинное и странное название. А нажав на Play, подключитесь к фотоловушке и сможете видеть то, что видит она. В данном случае это я. Машу вам рукой. В меню есть кнопки записи фото и видео, но наша камера не делает фотографии в принципе, поэтому наличие этой кнопки вообще непонятно. А вот видеокамера вполне себе пишет. Также тут есть кнопки двухсторонней связи, кнопка болтовня, когда вы говорите в телефон и звук идет из фотоловушки, и кнопка слушать, которая работает с точностью до наоборот. Еще есть кнопка с полумесяцем, которая открывает непереведенное с китайского меню. Разбираться, что делают эти кнопки, мне было попросту лень. Еще тут есть вкладка с кнопками управления, с помощью которых можно направлять камеру в разные стороны. Но в нашем случае здесь работает только зум. Он цифровой и делает и без того ужасное изображение еще более ужасным. Также тут есть меню, в котором вы можете якобы настроить изображение. Тут есть такие параметры, как насыщенность, яркость, контрастность и острота. К сожалению, изменение этих параметров никаким образом не сказывается на качестве изображения, хотя настройки вроде бы сохраняются. В целом эта программа вся работает очень криво. Но давайте попробуем перейти еще в основное меню настроек и, к примеру, изменить настройки изображения. Кстати, прошу вас запомнить, какое сейчас якобы у нашей фотоловушки разрешение. Мы меняем параметры, какие и как, сейчас это не важно, и пробуем их сохранить. Но, к сожалению, фотоловушка не принимает эти настройки. Мы можем выйти в основное меню и, вернувшись назад, увидеть, что настройки стоят по умолчанию. Хорошо, возможно, что-то не так именно с этим меню. Давайте попробуем перейти в настройки звука и посмотрим, как дела обстоят там. К сожалению, как мы можем видеть, здесь дела обстоят ровно точно так же. Подытоживая работу с этой программой, я хочу сказать, что она абсолютно сырая, и я не вижу смысла разбирать каждый пункт в отдельности, какой из них работает, а какой нет. И теперь давайте припомним, какое разрешение видео было указано в программе. А указано оно было 1280 на 720. В магазине на Алиэкспресс разрешение указано 1920 на 1080. А сейчас вы видите реальное разрешение видео, которое вы получаете с этой фотоловушки. Оно составляет всего-навсего 320 на 240 пиксель. Итак, дорогие друзья, наступило время теста, с помощью которого вы сможете оценить качество фото- и видеозаписи, которые можно получить помощью этой фотоловушки. Сейчас мы находимся в помещении при искусственном освещении. Здесь работают светодиодные светильники. А теперь, дорогие друзья, вы можете оценить, как работает фотоловушка с включенной инфракрасной подсветкой. Хочу обратить ваше внимание на посторонний шум, который присутствует на всех видеозаписах. Эти шумы производит встроенный микрофон. Ну а теперь, дорогие друзья, вам осталось оценить последний режим. Тот, в котором работает яркий белый фонарь. Ну а пока вы смотрите на качественные в кавычках видео, которые делает эта фотоловушка, я расскажу вам еще о нескольких неприятных моментах, которые мне удалось выявить, пока я работал с ними. Еще одним минусом является то, что фотоловушка делает видеозаписи 9 всего 10 секунд. Хотя, как гласит инструкция, она должна автоматически пройти по времени, пока в кадре присутствует движение. Еще одним минусом является, конечно же, то, что микрофон, помимо своих шумов, делает очень тихую запись. Еще несколько слов обязательно нужно сказать о маскировке. Как вы понимаете, фотоловушка ярко-зеленого цвета в лесу привлекает к себе внимание. И нет никакого смысла вешать ее на разные типы деревьев. Она всегда будет хорошо заметна. А сейчас я хочу показать вам еще несколько видео, снятых на эту фотоловушку. И пока вы их смотрите, я вам расскажу, почему все они сняты в городе, а не в лесу, как обычно. Дело в том, что еще на стадии домашних испытаний и попыток настроить фотоловушку должным образом, она вышла из строя. Она перестала снимать ролики длиннее 10 секунд, хотя в начале это делала. Но главное, она перестала заряжать аккумулятор. При подключении камеры к сети, индикатор заряда начинает моргать попеременно красным и зеленым, что говорит о неисправности аккумулятора. Аккумулятор здесь необычный, такой в магазине рядом с домом не купишь. Вдобавок, на нем напрочь отсутствует маркировка. Поскольку я до сих пор его не заменил, остается вероятным, что вышла из строя сама фотоловушка. В любом случае, сейчас ее использовать по назначению невозможно. Да и вообще, помимо описанных выше неисправностей, существуют и другие, менее явные. К примеру, отвратительный датчик движения, который теряет половину событий. Или же хаотичная нумерация файлов в папке, благодаря чему невозможно отследить их последовательность. Ну а теперь, коротко суммируем все сказанное. Низкая цена – это плюс. Комплектация небогатая. Поломка в домашних условиях – это очень плохо. Криво работающий софт. Ремень длиной полтора метра. Полное отсутствие маскировки. Не снимает фото в принципе. Видео с низким разрешением и плохим качеством звука, как днем, так и ночью. Все это дает этой фотоловушке самую нижнюю строчку в нашем рейтинге. На этом, дорогие друзья, у меня все. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.